МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре проходит летняя детская оздоровительная кампания. В чем ее особенность? Чем радуют своих подопечных оздоровительные лагеря и образовательные центры? Как организована система безопасности детей? В нашей студии директор детского оздоровительно-образовательного центра «Заря» городского округа Самары Михаил Сокур и директор Центра дополнительного образования экологии детства городского округа Самара Оксана Шубина. Оксана Константиновна, Михаил Владимирович, рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Добрый день. Здравствуйте. Ну и, наконец-то, у нас полноценные каникулы, середина лета, дети отдыхают. Самое замечательное, наверное, время для них. И одновременно это время напряженной работы для таких организаций, как ваша. Сколько детей уже отдохнуло? Сколько планируете принять? Ну вот, кто начнет, давайте. Ну давайте я начну. Да, давайте, пожалуйста. Если говорить про организацию летнего отдыха именно для школьников Самары, то этот отдых проходит в двух форматах. Ну, основные два формата. Это лагерь с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, то есть это школы и центры дополнительного образования. 186 образовательных учреждений в этом году, можно сказать, открыли свои двери для детей. В ЛДП отдохнуло порядка 15 тысяч человек. Даже немножечко больше. ЛДП это? Лагерь с дневным пребыванием детей. Да, да, да. Чтобы нашли дети. Да, это аббревиатура такая. Да, да, да. Волее 15 тысяч детей уже в июне месяце отдохнули вот в этом пришкольном лагере, как его называют еще. В пришкольном лагере работает по системе либо двухразового питания, либо трехразового питания. Ух ты! То есть детки там кушают. Зависит от режима дня, да, либо вы находитесь там целый день до шести и можете там поспать, отдохнуть, тогда вы кушаете до вечера, да, либо двухразовое питание, тогда ребята уходят около, ну, 14-30 заканчивается лагерь, и они расходятся домой. Для них организуются игровые мероприятия. Досуговые, да, суговые, на площадках в парках, на площадках около дворов. В основном, большинство времени дети должны проводить естественно на свежем воздухе, потому что у нас лагерь не только отдыха, но еще оздоровление. И поэтому игры на свежем воздухе входят в обязательную программу, вот, лагерь с длинным пребыванием детей. Оксана Ксатина, вот, извиняюсь, перебьет, пока мы не ушли от этого вопроса. Вы сказали, что двух- или трехразовое питание, а где кормят? Потому что, ну, вот, организовать питание большого количества детей, вы сказали, 15 тысяч детей, это очень много. Ну, по всей Самаре, да. В Самаре, да, это очень много. То есть тут, извините, накормить-то один класс, это и то, ну, непросто, я понимаю, одного иногда ребенка непросто накормить, а 15 тысяч, это вот где все происходит, как это все происходит? Ну, лагерь располагается на базе школы. Так. Или на базе Центра дополнительного образования. Естественно, в каждой школе есть столовая. То есть ребята, которые ходят в лагерь пришкольный, они питаются в школьной столовой. А такие учреждения, вот как мое, да, Центр дополнительного образования, мы прикрепляемся к какой-то школе. И ребята приходят кушать, соответственно, на базу вот. И там все уже отработано? Да, конечно. Все по стандартам, все как положено. Питание очень хорошее, очень вкусное. Родитель может прийти попробовать, то есть это не возбраняется. Ты обращаешься к директору школы, которая тебя кормит, да, можешь подойти, сказать, можно мы посмотрим, никто тебе не откажет. Родитель может прийти также, ну, по договоренности, да. Ну, понятно. Также сядет за стол с ребятами, попробует. В этом году у нас такая практика была, родители очень довольны, в группе написали, сказали, очень вкусно и качественно. Слушайте, классно. Я вот не знал, что можно попробовать прийти, то есть на самом деле этот момент очень тоже такой важный, интересный. Скажите, это сколько-то денег стоит или как? Нет, зачем? Это все бесплатно, это в качестве, у нас же в садах работает брокеражная комиссия, в которую входят родители в том числе. Также и здесь ты можешь это сделать. Я понимаю, нет, я имею в виду и детей кормят бесплатно, да? Детей, конечно, бесплатно, а как же? То есть за это? У нас администрация городского округа Самара очень бережно относится к здоровью детей, и поэтому, да, оплачивает питание, это очень большой плюс. Это очень большой плюс, особенно с учетом того, что сейчас ведь, ну, время как бы, оно всегда на самом деле непростое, то есть понятно, что родители работают, и все три месяца они не могут посвятить ребенку. И суп горячий мама не всегда успеет налить ребенка, если он дома один. Правильно, а тут ты пришел, и полноценно действительно рацион подобран, диетологами все просматривается, поэтому питание очень хорошее, качественное. Ну и плюс он под присмотром, он занимается полезными вещами. Конечно, конечно. Он не только под присмотром, он еще развивается, потому что большое внимание уделяется образовательной составляющей. И детки не просто так играют в какие-то там дворовые настольные игры, они обязательно чему-то учатся, осваивают какие-то новые навыки, какие-то новые компетенции за лето. То есть все по системе? Конечно, а как же. Да, все по программе, по системе. Программы проходят строгий контроль через конкурсы и программы вот в загородном лагере, да, когда мы прям заезжаем, вот, Михаил Владимирович. Давайте я расскажу тогда. Да, Михаил Владимирович, да, расскажите про вас. Детские оздоровительные образовательные центры, которые подведутся на департамент образования городского округа Самара. Это порядка шести загородных центров, работают они все в летний период в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в центрах отдохнуло порядка трех тысяч детей в шести центрах. До конца лета общая цифра будет где-то пять с половиной тысяч. Непосредственно в МАУ-центре Заря 210 детей. В центрах сейчас идет третья смена, две смены уже прошли у нас. Также у нас мы работаем в рамках образовательной программы, которая утверждена департамент образования, которая победила на конкурсе среди учреждений дополнительного образования еще весной. Классно. А что это за образовательная программа? Соответственно, специфика наших смен такова, что они все модульные, профильные и в каждом центре именно работают по модульным сменам, по модульным тематическим программам. Они выдерживают конкурс, который, как я уже сказал, проходит весной. Учреждения дополнительного образования выходят со своими программами на конкурс. Конкурс непосредственно у нас проходит под эгидой экологии детства. И авторитетная комиссия их рассматривает, эти программы, и выбирает наиболее лучшие. И, соответственно, они имеют право реализовать свою направленность в каждом образовательном центре. В этом году, вот вы сказали, экология детства, что это значит? Экология детства, учреждения Оксаны. Наше учреждение просто является организатором и координатором вот этого вот конкурса профильных смен. То есть департамент нам поручил собирать программы, отбирать их, техническая экспертиза. Мы приглашаем членов жюри, очень такие серьезные люди из высшего образования, приходят из центра развития образования. Педагоги, победившие в конкурсах, в том числе профессионального мастерства, очень компетентные жюри, они отсматривают программы, и просто так выйти, абы что говорить детям, конечно же, нельзя. Ну, это, я согласен, как это, как кто-то сказал из великих педагогов с детьми, для детей надо писать так же, как для взрослых, разговаривать с детьми, только еще лучше. Ну, и здесь действительно так оно и есть. Нет, подход к организации детского отдыха в Самаре очень серьезный. Вот в этом году чем занимаетесь, чему учите? Расскажите подробно, интересно. Давайте я начну тогда. Да, давайте начнете, да. Значит, вот непосредственно МАУ «Центр Заря», как я уже сказал, у нас пять профильных смен. Две смены у нас проходили под руководством Центра экологии детства, так как МАУ «Центр Заря» является, в принципе, площадкой для проведения смен. Первая смена у нас была смена – это финансовая грамотность, это различные тематические мероприятия, мастер-классы, лектории. Приезжали специалисты с Волковиадского отделения Центробанка. Дети у нас за день проходят порядка трех-шести образовательных занятий, как по направленности смены, так и в физкультурно-спортивной направленности, художественной направленности, чтобы дети были заняты у нас всесторонне. Вторая смена вот проходила, называлась она как раз у нас «Вожатская прокачка». Приезжали дети, с ними работали вожатые, которых до этого обучили в специальном… Которые прошли обучение тоже на курсах, да. И, соответственно, проходили непосредственную практику в реале, в полях, с детьми работая. Было взаимно интересным, дети работали с детьми. То есть это, по сути дела, студенты? Нет, нет. Это просто дети вообще? Это немножечко другая история. То есть это дети старшеклассники? Здесь как, есть студенты и дети старшеклассники. Здесь есть, как говорится, разный возрастной уровень. То есть, условно говоря, выпускник 10-го класса попадает к выпускникам 5-го класса. Это не просто выпускник, я раз перехвачу инициативу. Наш центр реализует городской проект «Школа вожатых» или «Школа вожатского мастерства», вот уже начиная с 19-го года. У нас есть совместный проект с молодежным центром «Самарский», с департаментом образования, естественно, под их эгидой, под их контролем. Набираются ребята, подростки, проходят обучение по программе «Школа вожатых», то есть программа строится в соответствии с профстандартом «Вожатый», есть такое у нас в России, изучает возрастные особенности, игротехнику, методики, психологию возрастную, то есть вот все, что должен знать в принципе на начальном этапе любой педагог, да, это такой проект профориентационный еще, да. На самом деле. Да, 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 работа очень большая ведется. Ребята полгода учатся, начиная вот с конца января и до конца мая. Они прошли обучение, они сдали экзамены, они прошли практику проведения игровых мероприятий, там же на базе школ, да, приходят с ребятами, занимаются, сдали экзамены, то есть это очень серьезный вопрос. Порядка 30% детей не доходят, они отсеиваются. Ну, конечно, это нормально. Да, отсеиваются, то есть. Понимают, что это не их. И понимают, что это не их, и кто-то не хочет работать, это же тяжело все-таки, это же труд. Конечно, работать с детьми, с людьми вообще тяжело. С детьми, тем более, ребенок с ребенком еще сложнее. И после сдачи экзаменов собирают пакет документов, при поддержке своих родителей, естественно, молодежный центр Самарский, ребят, трудоустраивает, вот, в загородные лагеря, и в лагеря с дневным пребыванием детей, на должность помощника вожата. Вот эта особенность организации, скажем так, летнего отдыха у нас в Самаре. Больше в России я такого не наблюдала. Ну, классно. Это просто классно. Это уникальность наша. Это уникально. То есть, по большому счету, мы готовим кадры будущих педагогов. Да. Причем кадры, которые сразу обкатываются вот в реальной обстановке. То есть, она понимает, что вот они. В реальной жизни. Вот они дети, вот попробуй с ними поработать, сделай так, чтобы было интересно. Они понимают, с чем они свяжут свою жизнь. Да, да. Они же могут сейчас принять решение, да и нет, вот вы сказали, 30% не доходит. Да это хорошо. Да. На самом деле. Тот, кто не его, он потом в ВУЗ не пойдет и не будет потом... И не будет чужое место занимать. Чужое место занимать или мучиться на пятом курсе, зачем я учился пять лет и ради чего я потратил годы. Да. И я правильно понимаю, там этим еще и зарплату платят. Ну, занятость, да. Конечно, есть зарплата, да, государственная программа есть, да. То есть, соответственно, они еще за это получат денежку, которую они принесут домой, и они, так сказать, почувствуют, что такое трудовая копейка. Да, да, конечно. Как взрослый человек, у них определенное количество рабочих часов, у них также закрывается табель, как на каждого работника. Все серьезно. То есть, вся бухгалтерия делается вот все по полу. Да, да, да. И он уже вот этот... И они об этом знают, что если ты профилонил, проспал, не пришел, то ты, естественно, зарплату получишь меньше, да. Все по-взрослому. Здорово. Поэтому работа поставлена в загородных центрах у нас очень серьезно, четко. И посторонних, и чужих людей, которые работают непосредственно с детьми, в центрах у нас нет. Все они подготовлены, обучены, и детки находятся у нас под присмотром, специалисты. Вот просто очень здорово. Я сейчас предлагаю сделать паузу. Давайте сюжет посмотрим. Он касается тоже вот этой же самой темы. И затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Первого июня двойной праздник у самарских школьников День защиты детей и старт летней оздоровительной кампании. В этом году более 16 тысяч самарских ребят отдохнут в загородных и пришкольных лагерях. Этот отдых важен и востребован. Свежий воздух, активный отдых, правильное питание – насыщенная программа мероприятий. По словам организаторов, детям скучать будет некогда. Праздничная атмосфера каждый день. Это же смена именно модульная. То есть дети едут сюда конкретно заниматься. Не просто так они бегают. Они тут что-то новое всегда узнают. Ну и оздоравливаются. Режим дня никому не мешал еще никогда. Днем у нас мастер-классы. Это и кино они будут снимать, и клипы будут ставить, и все на свете. Вечером у нас игры, квесты. Ну и дискотека, конечно. В загородном лагере «Арго» будет пять профильных смен продолжительностью в 14 дней. По различным направлениям – техническому, естественно-научному, военно-патриотическому, художественному, спортивному. В лагерях обновили мебель, оборудование и инвентарь, улучшили материально-техническую базу, построили спортивную площадку и приобрели оборудование. К вопросам безопасного отдыха детей организаторы подошли со всей ответственностью. Очень строгие параметры, критерии безопасности. То есть, начиная… Ну, если безопасность и здоровье, то есть в лагере, естественно, обрабатывается все, то есть получается положительное заключение Роспотребнадзора, естественно, СС. Безопасность антитеррористическая тоже, то есть физическая охрана, кнопка тревожная, то есть напрямую к Росгвардии, там пожарные, если вы видите, здесь у нас прямо на территории находится. То есть максимально. В этом году в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу отменены ограничения по вместимости детских лагерей. Теперь они смогут работать в полную загрузку. Вот мы посмотрели сюжет, отдыхают совершенно замечательно. Михаил Владимирович, вот вы начали говорить о том, что нет посторонних людей в лагере, нет людей, скажем, в детских образовательных центрах, нет людей случайных. Вот вопрос безопасности, вот тогда продолжая эту тему, как выстроен? Потому что сейчас снятое коронавирусное ограничение, но, скажем так, полностью коронавирус не исчез, это мы прекрасно понимаем. Плюс еще вопросы, ну, скажем так, в целом безопасности, это крайне важные вопросы, они волнуют любого родителя, и понять родителей можно. Вот как все это выстроено? Соответственно, в наших образовательных центрах по всем трем основным направлениям антитеррор, Роспотребнадзор и ПОЗ, позже безопасность, все у нас выдержано и, соответственно, все у нас выполнено. Если мы говорим о антитерроре, у нас целостность ограждений присутствует, кнопка экстренного вызова полиции, и круглосуточно охрану проводят частные охранные предприятия. Все у нас находится под контролем видеонаблюдений, поэтому все необходимые нормы и требования касаемо антитеррора в наших загородных центрах выполняем. Что касается пожарной безопасности, укомплектовано первичными средствами пожаротушения, весь персонал особучен, все у нас идет в штатном рабочем порядке. Ну и в рамках Роспотребнадзора перед открытием каждого летней компании мы проходим именно сертификацию и получаем санэпидзаключение на летний отдых. На протяжении всего лета надзорные органы осуществляют контроль за нами, проводятся проверки, отбор пруф воды, питание. Питание, кстати, у нас тут тоже организовано на высоком уровне, касается того, что работают с нами комбинаты школьного питания, случайных людей там нет. Детям мы обеспечим пятиразовое питание. Пятиразовое? Да, на бесплатной основе, также мы работаем это в рамках муниципального задания. Круглосуточно на территории центра пребывает с детьми медик, поэтому ребенок в любое время с сопровождением педагога или вожатого может обратиться за оказанием первой медицинской помощи. Поэтому основные аспекты безопасности у нас учтены и выдерживаются. Ну, в общем, на самом деле, вот то, что вы сейчас рассказали, идеально. То есть, везде заборы, если так совсем кратко. Целостность ограждений присутствует, да, попосторонних людей на территории мы не допускаем. Нет и быть не может, и везде видеокамеры, то есть все под камерой. Стараемся. Соответственно, ну, в общем, да, это на самом деле идеально. И в вашем случае то же самое. Если касаемо логерей длинным пребывания, то, конечно, они находятся на базе школы или там учреждений, как я говорила, да, доп. образования. Поэтому здесь всегда на входе стоит физическая охрана, да, это ЧОП, либо это сотрудники, например, центра доп. образования, да, сидит вахтер. Обязательно есть металлодетектор, он либо ручной, либо он рамочный. Обязательно та же самая система видеонаблюдения, она идет по периметру, записи хранятся несколько дней. До 30 дней. Да, то есть вот в этом плане оно во всех учреждениях образовательных Самара, оно все соблюдается. Вопрос очень серьезный. И противопожарная, и охранная сигнализация, это та же самая кнопка, они везде присутствуют. То есть в любой момент сотрудник, который отвечает за безопасность, может вызвать. Но в принципе такой необходимости не возникает, потому что уже на подходе к учреждению ты же видишь, кто пришел. Либо родители, а педагоги, охранники, они очень внимательные люди. Они буквально дня через 3-4, они уже понимают, за кем пришел родитель, если мы говорим про младших школьников. Поэтому общее внимание. То есть, скажем так, незнакомых людей или людей чужих очень сложно. Я сама как к маме приходила, когда к ребенку, первые дня очень сложно пройти. Ты же показываешь паспорт, тебя осматривают. Ну, вот в этом плане. Визуальный контроль. Это правильно. В этом плане это все очень серьезно. Потому что, как говорит восточная мудрость, капля предосторожности стоит рек лекарств. Да, да, нет. Вот лучше здесь. И этому выделяется очень большое внимание. Быть повнимательнее, чем, не дай бог, вот какие-то проблемы потом решать. Ну и потом все спортивные сооружения находятся в очень хорошем состоянии, за ними же следят. И поэтому получить травму, если говорить о безопасности, это тоже самое вопрос травматизма. Но эти возможности исключаются. Это мягкое покрытие, правильно? Это вовремя сделанный ремонт всех этих площадок. Правильное проведение мероприятия, организация этого мероприятия. Это все безопасность. И детям рассказывают, как себя вести во время мероприятия. Это тоже важно, да. Обязательно, эти беседы ведутся, они практически ежедневно. Педагог же находится в лагере все время с ребенком. И все эти ситуации, они проговариваются, поэтому они знают, что нельзя разговаривать с посторонним, что все это нельзя, тоже безопасность в сети, что все это нельзя выкладывать фотографии своей квартиры с ценными вещами. Рассказывают, кто-то уехал на отдых и так далее. То есть вот эти вещи, безопасность, это же вопрос комплекса. Это наше личное, и ты сам себе эту безопасность обеспечиваешь. Поэтому педагоги Самары о безопасности заботятся. И это хорошо, на самом деле это радует. Вот если вернуться к отдыху, досуг, вы рассказали об образовательной составляющей. А досуг, вот как отдыхают? Ну, любимые развлечения дискотека, понятно, что это святое. Я сам еще помню, так сказать, свой пионерский лагерь. Но вот как еще отдыхают, чем развлекают? Про досуг именно в лагерях? И в лагерях, и в образовательных целях. Ну, в лагерях я могу вам озвучить о том, что, как мы уже говорили, что профильная смена, да, до трех-шести мероприятий проходит в день. Да, они носят как образовательный характер, спортивный характер. Непосредственно МАУ-центр Заря еще имеется у нас и бассейн. И дети загружены, заняты. Дискотека – это уже вечерний такой, перед сном попрыгать, выпустить лишний парк. А на протяжении дня есть утренние мероприятия, после обеда мероприятия проходят и вечерние. Это как мастер-классы, как общеобразовательные занятия, как физкультурные занятия у нас идут, как непосредственно лектория с участием приглашенных специалистов. Ну, если говорить про досуг, если мы вернемся к досугу, то первая часть дня, она посвящена именно образовательным мероприятиям, а вторая часть дня, вот как вы говорите, досуговым, да, ребята могут заниматься то, чем им интересно. Раньше называлась кружковая работа, да, в лагере то же самое присутствует. Хочешь плести макраме, пожалуйста, да. Плести макраме. Конечно, есть специально обученные люди, которые тебя ждут. Хочешь рисовать гуашью, пожалуйста. То есть все это есть. Ребята знают всю программу, они с утра видят расписание, где что находится, и, соответственно, они ориентируются. Система навигации по программе и по лагерю очень хорошо простроена тоже. И они знают, куда они пойдут, чем они будут заняты. Здорово. Поэтому... Ребенок должен быть занят на протяжении всего дня пребывания в учреждении. Это такое золотое правило. Плансетка расписана прям по минутам. Вот 10 минут ему дойти до столовой. 10 минут там помыть ручки. Все-все-все простроено. Они просто дети это не понимают. То есть свободного времени пустого быть не должно. Дети считают, что у них есть оно. Они считают, что это у них есть. Но взрослые выстраивают работу так, чтобы... Чтобы его было не слишком много. То есть он должен постоянно чем-то хорошим, полезным, интересным заниматься. Вот, кстати, если брать 22-й год, на ваш взгляд, в чем особенность вот этой летней кампании? С сравнением с тем, что было до этого? Ну, наверное, стоит сказать об отмене ковидных ограничений. Ну, да. Более такой доступ, свобода сразу. Поэтому как-то спокойствие дополнительное появилось. Вот именно спокойствие. Да, что люди успокоились, что они могут собираться вместе. Нам же нельзя было проводить массовые мероприятия. Ну, да. А сейчас нам разрешили ребят собирать вместе, большими группами. Если говорить про массовые мероприятия, да? Возвращаясь к теме, да, суга школьников. Часть детей у нас уехала в лагерь, но большая часть осталась же в Самаре. Конечно. И вот для тех ребят, которые, скажем так, неорганизованы, есть такой термин, да, существуют площадки по месту жительства. То есть каждый центр дополнительного образования располагается рядом с каким-то городским объектом. У них есть парк рядом, благоустроенная детская площадка, там сквер, набережные, да, какие-то такие вот спортивные объекты. И вот на эти объекты педагоги выходят по определенному графику в определенные дни и проводят для детей квесты, игровую какую-то программу. Можно прийти, то, что я говорила, научиться вязать макро-В, рисовать, посетить какую-то свободную тренировку, да, там, по борьбе, по легкой атлетике, еще что-то. Главное знать, куда прийти. Все мероприятия прописаны на сайтах, естественно, учреждения. Можно зайти, посмотреть группу контакти, у каждого есть, и официальный сайт. Расписание в свободном доступе. В принципе, ребятам есть чем заняться, это в Самаре летом. Здорово. И наполняемость, соответственно, в этом году у нас стопроцентная, соответственно, больше охват, больше детей, больше дружбы, больше веселья, больше знакомств. Больше всего положительных эмоций, да, больше всего. Больше положительных эмоций, вот это самое главное, наверное. И, уважаемые гости, вот на ваш взгляд, профессионалов, родителю, когда нужно начинать думать о том, чтобы вот его ребенок попал, вот либо к вам, либо к вам, вот в тот или иной детский образовательный и здоровительный центр. Ну, если мы говорим о учреждениях дополнительного образования, непосредственно детских и создательных образовательных центров, подвесных департамент образования, то работа самая интенсивная у нас уже начинается с апреля месяца. Распределение у нас идет через департамент образования по заявкам от образовательных учреждений городского округа Самара. А приоритет, соответственно, у вас отдается детям трудной жизненной ситуации, детям сиротам, муниципальным работникам, это педагоги, врачи. И, соответственно, распределение идет именно под руководством департамента образования. Если быть попроще, не так официальную информацию подавать. Если мама или папа захотят определить своего ребенка либо в пришкольный лагерь, либо отправить в загородный лагерь, они могут обратиться в администрацию школы. А так этим занимается администрация школы. Они опять понимают ребятам, определяют ребят, которым нужна какая-то поддержка и помощь. Мы сказали, многодетные, в трудной ситуации, еще что-то. Родители обращаются в администрацию, администрация составляет заявку на этих детей, отправляют в департамент образования. И там уже этих деток зачисляют на обучение в тот реопределенный центр загородный. А заботиться этим лучше уже в апреле? Конечно. Март-апрель. То есть даже лучше в марте? Лучше в марте, конечно, да. Потому что в апреле начинают собираться уже заявки. А, вот так. То есть в марте сформирована уже общая дислокация. То есть в марте этим нужно заниматься? Да. Замечательно. Спасибо за интересную беседу. Дай бог, чтобы все у вас прошло великолепно. Замечательно, так как у вас сейчас, собственно говоря, все происходит. Чтобы дети отдохнули, набрали сил здоровья, соответственно, пришли в школы радостные, веселые, загорелые. Ну и с новыми силами учились. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были директор детского оздоровительного образовательного центра «Заря» городского округа Самара Михаил Сокур. И директор центра дополнительного образования и экологии детства городского округа Самара Оксана Шубина. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!